здравствуйте это канал максимадзе и сегодня у нас очередной выпуск по старым мобильным телефоном и сегодня мы пойдем по супер хитам речь сегодня пойдет а sony ericsson и к 750 ай телефон стал самым скорее всего самым известным вообще телефоном в истории как компании sony ericsson вот реально самым известным самым популярным хитом sony ericsson просто хитяра он стал вышел он в 2005 году из серии к который позиционируется линейка камера фона как камера фона камера а камера у него была на тот момент одна из самых лучших он он мог сравниться с мыльницей тех годов спокойненько здесь два мегапикселя с автофокусом тому же камера вот так открывается что довольно таки удобно вот первый защищает камеру во вторых принципе удобно сдвигать и камера более того включается автоматически когда мы отодвигаем шторку даже есть вот такая специальная кнопка затвора и именно своей камерой и и очень даже хорошим наличием функций телефон порадовал и привлек внимание на когда он вышел и и помог если я не ошибаюсь он стоил смотреть каталог евро сети стоит же где-то 14 15 тысяч по тем временам было очень дорого но при этом и не самое дорогое решение было были вещи и гораздо дороже например был nokia n90 если не ошибаюсь который стоил на 10 тысяч почти на 10 тысяч дороже но и обладал рядом большим более крутым рядом возможностей вот это был более менее доступный телефон и это реально легендарная мобила по правде говоря у меня кстати два экземпляра вот этот который в данный момент он более более поновее а вот этот постаре у меня в коллекции сначала появился этот но у него перестала включаться камера у него не работает подсветка кнопок и не работает вот эта клавиша и еще не работает вот этот динамик когда появились эти поломки я купил на авито вот этот правда у этого экземпляра джойстик подубит но пользоваться им все равно можно а вообще касательно истории этого телефона данный данный телефон в моем окружении было моего отца у него и был до него сименс м65 вот он вот этот и потом он купил sony ericsson k750 ай в 2007 году правда у него был не черный у него был в красном цвете телефон этот и собственно говоря даже семейном архиве остались некоторые фотографии где я маленький с этим телефоном бегал если найду семейном архив покажу собственно говоря три цветовых решения классический черный красный как я уже упомянул и еще белый существует дизайн у него довольно таки намекает на то что телефон крутой потому что здесь вот такие вот кнопки они реально выглядят как у имиджево дорогого такого устройства джойстик пятипозиционный правда он ушатанный уже джосики это проблема телефонная была эта кнопка назад эта кнопочка стереть удалить что-то или стереть символ sony ericsson это такой вот стандарт вместо красный зеленых клавиш вот такие клавиши к этому нужно привыкать но я уже привык давным-давно еще с детства еще есть клавиши для доступа к быстрому меню сверху находится кнопка включения да она находится здесь и она утоплена в корпус поэтому случайно ее не нажмешь вот это я не знаю что дна для ремешка отверстия и инфракрасный порт помимо инфракрасного порта есть также и bluetooth так что с передачи данных тут правда полный порядок есть кнопка для паузы и возобновления плеера да тут есть и mp3 плеер он очень даже неплохой неплохо звучит мы еще послушаем кнопка затвора камеры она здесь двойная это такое такая вот кнопка с щелчком в конце то есть мы вот так вот коротко нажимаем идет автофокусировка прожимаем до конца и тогда уже фотографируется и еще кнопка регулировки громкости или зумирования здесь находится вот здесь под ремешок а вот это я не знаю что что вот это под брелок ремешок а это сонерексовский разъем под гарнитуру и зарядку называется он fastport не очень удобное решение потому что уже вот как вы видите здесь контакт уже под засорились немного и мне приходилось немножко поддергивать зарядку чтобы она шла ну и здесь микрофон здесь находится разъем под карту памяти mic memory stick door собственно она вставлена когда я этот телефон покупал эта карта памяти шла в комплекте на 64 мегабайта собственно говоря именно такая карта памяти на 64 мегабайт как раз шла в комплекте с самим телефоном из магазин для фоток изображений в принципе было достаточно хотя максимальный объем тут до 2 гигабайт хотя говорят что у некоторых некоторые говорят что работать до 4 у меня есть такая вот карта памяти есть еще на 2 гигабайта карта памяти который я купил для sony ericsson w800i собственно его тоже давайте покажу w800i выглядит так это первый телефон sony ericsson из музыкальной линейки волкман и он является во многом копии к 750i только в нем появился mp3 плеер волкман с крутыми возможностями и он обладает некоторые незначительные изменения в прошивке имеются но и обладает вот таким вот ярко-оранжевым дизайн подходит не всем но мне он очень нравится очень привлекает внимание поэтому я аж влюбился в этот телефон и мне захотелось его купить 2006 вышла еще упрощенная версия w800i w700i на которой я делал обзор несколько лет назад отличается менее менее таким ярким контрастным цветом и в нем отсутствует автофокус в камере хотя кнопка здесь тоже двойная но а а фокусировки нет уйдет сразу фотографирование а и здесь что еще а ну и комплект поставки у нее более упрощенный чем у этой модели если здесь карта памяти как для музыкального телефона в комплекте на 512 шла то здесь на 256 здесь всего на 64 а максимальный объем до двух или до четырех не знаю а по характеристикам если посмотреть у него экран 1 8 дюйма разрешением 176 на 220 пикселей киевки очень хороший экран с хорошим разрешением весит 99 грамм вместе с аккумулятором полностью пластиковый к качественный пластик вот в этом месте еще была надпись quick share она она была на наклеечке на данную уже отвалилась что на первом экземпляре что на втором что еще стандарт связи gsm 900 1800 и 1900 мегагерс bluetooth инфракрасный порт как я уже говорил встроенная память 34 мегабайта есть слот для карты памяти memory stick memory stick duo аккумулятор оригинальный на 900 миллиампер или на 800 будут написано 900 у у меня аккумулятор неродной сейчас мы его посмотрим есть интернет который у нас если не ошибаюсь вап 2.0 gprs это же нету это же появился в наследнике в 800i w810i который тоже кстати у меня в коллекции к сожалению нет надеюсь как-нибудь появится когда-нибудь но у него у него был и edge более удобный джойстик который там на клавиши был изменен и телефон w800i 810i тоже очень хорошую популярность получил не такую как к 750i но тоже очень мощную популярность получил задняя крышка значит у нас здесь вот такая вот маленькая здесь находится аккумулятор аккумулятор рад вроде бы родной хотя не уверен не могу быть точно уверенным это тот аккумулятор который мне продали его на 900 миллиампер не не слушайте я думаю я ошибаюсь возможно скорее всего родной даже это аккумулятор и здесь находится разъем под сим-карту он и он всего один и собственно на наклеечках мы можем увидеть что сделан телефон был через камеру хрен увидишь в китае в китае в китае сделан хотя sony ericsson у нас зарегистрировано было в швеции с 2001 по 2012 год существовала компания sony ericsson было две сначала компании ericsson и sony и вот по благодаря пожару на заводе принадлежащий philips который выпускал компоненты для ericsson так вот получилось что sony ericsson объединились но 2012 году когда компания начала приносить убытки постепенно sony выкупила себе под свое руководство sony ericsson ценит за сколько-то там миллиардов евро и и стала выпускать все следующие телефоны под брендом sony а ericsson полностью прекратил свое существование такое такая вот печальная судьба сложилась у компании ну что же давайте включать телефон включение вот этой клавишей у нас происходит белая подсветка кнопок белая подсветка вот так вот такой вот экран главный здесь мы видим оператора у меня рабочая симка сейчас стоит оператор под аккумулятор включен bluetooth сообщение блокировка и прием сигнала если нажать вот эту или вот эту кнопку то мы увидим информацию некоторую во первых модель телефона если кто-то не знает профиль установленный обычный свободная память 20 тысяч 411 килобайт на карте памяти за джойстик подубит и поэтому он работает очень и очень плохо ужасно просто он работает просто ужасно вот так придется его щелкать ну и аккумулятор 73 процента аккумулятор этот уже отдыхает он медленно он очень быстро разряжается но на обзор нам хватит значит вызовы у нас на эту кнопку эта кнопка быстрого меню какое-то сообщение мои ссылки тут у я bluetooth и к порт фонарик поставил собственно говоря есть фонарик я забыл упомянуть пью ненавижу джойстик этот просто ненавижу поломанный джойстик ложное срабатывание так вот фонарик есть как просто включить так и блэн так и в режиме sos еще имеется да что ж ты проблемы джойстиком я пальцы себе повред не а пальцы скоро станут нажимать на этот джойстик можно включить включить на одну минуту еще в режиме сос можно включить вот так вот фонарик довольно яркий я бы даже не очень даже яркий я бы сказал и очень даже полезный давайте выключим собственно говоря клавиши все нажимаются очень удобно кроме джойстика джойстика я бы не сказал что он удобный здесь вот так активируется блокировка вот так вот у нас включается режим без звука и собственно говоря давайте посмотрим сразу камеру открываем объектив есть еще вот такое специальное зеркальце чтобы можно было смотреть на самих себя собственно давайте сфотографируем себя без фокусировки получилось ну вот собственно я сфотографировал себя а так фокусировка работает так нажимаем легонько идет фокусировка когда мы услышим звуковый сигнал и зеленую рамочку то нажимаем фоткать фокусировка прошла и если открывать на смартфоне фотограф фотографии сделаны на этот телефон то они даже по нынешним меркам смотрится не так уж и плохо не так уж и плохо вполне фотографии реально неплохо получаются мне даже нравится а вот видеозаписи вообще не о чем качество отвратительное а вот фотографии вот реально более-менее более-менее вполне конечно же имеются всякие настройки камеры которые правда я хрен сейчас пролистаю во первых сохранить куда во первых сброска еще там счетчик памяти включить время дату качество изображения баланс белого имеются эффекты можно снимать в черно-белом можно снимать в негативе можно в себе в передержке вот пожалуйста негатив ну чё прикольно да что такое вот ненавижу этот джойстик ненавижу джойстик ненавижу вообще не жмется вправо да блин отключаем таймер следующее вроде бы авто таймер да подсветка ночной режим марка макросъемка да блин размер изображения режим съемки ну и выбор между фото и видео давайте теперь перейдем главное меню правда листать его будет очень тяжело сейчас потому что ложные срабатывания джойстика джойстик просто убитый им ни хри вообще не удобно пользоваться значит сообщение у нас это невозможно я просто нажимаю куда угодно он подтверждается в центр вот так да блин play now соня эриксоновский выход блин дайте пролистать блин интернет дальше у нас таки невозможно развлечение дайте пролистать а не жмется вообще камера проигрыватель проверим еще диспетчер файлов контакты радио который не работает без наушников дальше что у нас жмейсь блин журнал звонков органайзер и настройки сообщениях у нас поддерживается смс и ммс можно голосовые записывать входящий трындец с джойстиком трындец просто я не могу уходящие мои друзья что-то с сетью тоже связано электронная почта вообще еле жмется у меня пальцы уже болят от этого джойстика короче джойстик всегда был проблемным местом в таких телефонах вот в джойстике в сименсах вот c65 например вот вот здесь джойстиком вообще проблем никогда никаких не было а здесь ну вообще ужас просто просто ужас дальше интернет мы уже интернет услуги здесь у нас gprs собственно говоря дальше вот чтобы нам посмотреть вызовы там принятые и не принятые набранные давайте посмотрим органайзер нет контакты сначала собственно говоря функции добавить но сделать новый контакт можно по группам распределить по группам распределять по цифрам кенты семья но это свои группы это не я создавал это предыдущий владелец видимо создавал не могу я не могу джойстик от нажимать контакты с сим-карты специальные номера дополнительно теперь органайзер посмотрим если я смогу дощелкнуться до него есть будильник можно выбрать сигнал не знаю правда кто радио включает на будильник приложение приложение посмотрим чуть позже как прощелкаться календарь календарь в принципе удобный блин телефон еще садится для съемки задание заметки блин ненавижу это просто не могу я так ненавижу вот пишите в комментариях сталкивается ли кто-то из вас такими же провели проблемами с джойстиком это вообще какой-то ад я не могу куда бы ни нажму в просто в центр жмется памятка кодов каких-то калькулятор калькулятор с хорошим на добором функции фонарь посмотрели уже есть таймер секундомер синхронизация блин дайте мне прощелкаться вниз пожалуйста таймер который вот так вот звучит теперь давайте посмотрим настроечки как только я до них доберусь потому что добраться до них большая проблема вот так в общих у нас находятся профили профили у нас тут несколько можно их настраивать настройки времени и даты да блин языка есть несколько языков русский украинский польский дайте мне нажать куда-нибудь блин английский и заданной сим-карты и всякие там вот эти которых я не знаю управление голосовые управление кита есть у нас голосовой набор видимо никогда не пользовался голосовым набором но тем не менее он тут присутствует блокировки там пин-коды всякие клавиша музыка ссылки это джойстиком куда управлять на главном экране дальше что у нас дайте переключиться на следующую вкладку щипа два раза иногда срабатывать и в звуке сигнал есть громкость которым вот так регулировать можно давайте послушаем на восьмерке звучит очень громко уши аж начинает заедать есть сигналы о сообщении рингтоны мы еще посмотрим так а чё такие тихие то ну-ка погромче давайте воспроизвести я хотел ну чё ты дайте показать рингтоны четвертый давайте пятый да не блин я это не я ненавижу этот джойстик ну и ну и либо рингтон который мы выберем файловой системе да блин я ненавижу джойстик этот ненавижу первый я хочу первой дайте мне ой господи ты боже мой фоновый рисунок темы приветствия заставка которая на через какое-то время может включиться яркость еще что у нас имеется в следующей вкладке вызовы переадресации управление вызовами время и стоимость даже такой есть аудио устройство господи ты невозможно я не могу так здесь в настройках связи есть синхронизация bluetooth и к порт аксессуары телефону аксессуар не подключен параметры явы передачи данных видим по интернету и теперь предлагаю перейти в файлы давайте посмотрим файлы есть изображение есть во первых то что мы понаснимали в камере есть несколько картинок я лучше в обратную сторону буду листать влево лучше он нажимается несколько фотографий которые я сделал на этот телефон некоторые фотографии вообще очень старые я с одноклассницей там ну и фотка которую мы сделали сегодня с вами есть также некоторые картинки которые встроены давайте посмотреть нормально а джойстик проклятый давайте вот так смотреть есть вот такие вот картинки встроенные ну бридж вот эта вот картинка которую мы видим на артах этого телефона это я сам ее сделал просто в пейнте обрезал ее в нужный размер задал и сюда фикнул ее среди встроенных к сожалению нет но я ее добавил видео дайте видео посмотреть дайте видео посмотреть я говорю дайте я сказал видео посмотреть вот камеры нету есть демо ролик давайте посмотрим его который показывает нам возможности телефона самое главное это камера со вспышкой с возможностью зумировать с фокусировкой передачи по шейер в поддержка карт памяти поддержка плеера Который мы еще проверим Есть видеоредактор, фоторедактор и музыкальный редактор Который мы тоже чуть позже посмотрим Можно смотреть видео Можно играть в игры Есть поддержка аксессуаров Хороший демо ролик, мне понравился Теперь посмотрим звуки Тут полифония имеется Полифония очень хорошая Во-первых сигналы вызова встроенные Это у нас mp3 А вот следующая уже полифоническая Дайте пролистать Еще фокусировка попадает Да блин, я терпеть не могу этот джойстик Тоже полифоническая тема Есть мелодии для видеоредактора Видео диджей Они здесь встроенные Их нельзя удалять Ну-ка Да блин, не эти Подождите Их тут причем много У меня уже палец весь красный Блин, от этого джойстика Они все в формате AMR Но звучат прикольно С этим динамиком Автоблокировка имеется Концерт Кроум Капец, как это раздражает Аплодисменты Гетинг-клозер Давайте пролистать вниз, а Хон-кон-вэкшн Да блин, что за два раза срабатывает Аплодисменты Спеллбонд всякие звуки триллер гроза в моей музыке лежат всякие музыкальные файлы посмотрим их плеере такие вот встроенные рингтоны это стандартная мелодия для будильника это тоже мной закачанного динамик качественный прикольный ну и стандартная тема конечно собственно имеется поддержка тем пим это та которая состоит сейчас блин у нас уже стоит блин есть вот такая вот это не встроенная это я сам ставил остальные встроены каждая тема имеет свой рабочий стол причем даже живые обои имеют что довольно таки прикольно блин ненавижу интернет продолжим что у нас еще есть по темам есть wave одна из встроенных тоже тем такая вот белая тема больше под белый цвет телефон уже подошла дальше что у нас тилис тоже встроененькая вот такие вот пиксели офигенные пиксели вот вот ненавижу этот джойстик ну и последняя самая наверное стандартная тема которая не удаляется это eternal блин не было бы проблем с джойстиком мы бы быстрее бы обозрели телефон так вот пожалуйста с живыми обоями такая вот красная прикольная тема что у нас еще имеется веб страницы это закладки но их в данный момент нету есть еще игры приложения но игры но их мы посмотрим немного позже ну и прочее это то что неизвестный формат попадает сюда теперь давайте посмотрим плеер игры посмотрим в конце так вот во первых можно смотреть видео можно сортировать списки можно создавать свои списки давайте включим какую-нибудь какую-нибудь песню плеер прикольно звучит у телефона качественный динамик можно фоновый режим свернуть но для этого надо нажать специальную кнопку можно вот нажать эту кнопку а это надо чтобы все в режиме вообще волкман m3 плеер в w800i он более практичным был а так по настройкам что плеер у нас имеет вот можно нажать было свернуть добавить новые файлы режим воспроизведения имеется эквалайзер довольно таки хороший теперь развлечение последний пункт во-первых меню сим-карты в зависимости от сим-карты во-вторых игры видео диджей это такой простенький видеоредактор но тем не менее на нем можно реально неплохие вещи делать я выкладывал одно такое видео которое я сделал видео диджея на своем канале там пластилиновый такой мультик небольшой был мультик очень фигня если честно но тем не менее показал что из себя представляет видео диджея можно реально вставлять видео обрезать добавлять накладывать тексты накладывать музыку в формате АМР правда только есть встроенные для видео диджей рингтоны которые мы как раз послушали есть фото диджей можно редактировать какие-то изображения можно что-то рисовать накладывать эффекты добавить эффект например с таким джойстиком с таким ужасным джойстиком я ничего тут пробовать не буду конечно ну давайте а если я мультфильм поставлю что как он а ясно какой-то фиговый эффект только качество испортил давайте лучше негатив поставим вот это я понимаю негатив нет никаких изменений не будем сохранять есть есть небольшой мюзик диджей для создания небольших миди рингтонов правда здесь не синтезатор мелодий как в нокиях во всяких где такие однотонные рингтоны неинтересные а тут реально можно прям темы создавать прикольные которые можно на звонок будет ставить короче прикольный редактор дистанционное управление какое-то запись звука и которая собственно записывает вот мы нажимаем и пойдет запись раз два три четыре пять мы проверяем диктофон на легендарные мобили sony ericsson k750i неплохо в принципе звучит для sony ericsson однако есть один минус у этого диктофона к сожалению нельзя отключить поминутный сигнал здесь поминутный сигнал и это не очень приятно памятка кодов мне приложения нужны среди приложений у нас есть какой-то hp print opera mini многими используемая программа потому что она экономит интернет трафик и world clock который можно смотреть время в разных стран и городов довольно удобная штука можно вот каждый город смотреть вон стокгольмс хельсинки время который можно вот реально вот так вот глобус листать это реально полезное приложение правда не так часто использовали его а теперь посмотрим игры я покажу встроенные игры потому что игр у меня тут стоит много на этом телефоне во много игр можно наиграть и я реально в этом телефоне залипал в игры особенно в brick breaker revolution одна из моих самых любимых игр но я вам покажу встроенные игры первое это iron mission 3d это леталка на самолетах давайте beginner начинающий здесь что то стрелять надо 3d игрушка правда что то управление мне не очень нравится если честно это он наклоняется так а стрелять как как стрелять скажите мне а вот так джойстиком господи ты боже мой показывает радар мне куда надо лететь только вот что то не я куда не повернул как то хреново совсем летит опять телефон садится немало процентов осталось я не знаю где враг куда надо лететь ну в общем такая вот игра я в ней особо не я не залипал в ней практически куда вышел мне надо в игры дальше посмотреть еще одна игра это да блин пазл слайдер пазл слайдер можно короче говоря здесь брать любые фотографии и складывать их в пазлы в принципе можно этой игрой занять досуг а это открыт объектив надо чтобы был ну и чё белый экран чё за прикол то алё ну ну и в чём ну и чё за прикол телефон перезагрузился ладно ну там короче фоткаем какую-то картинку и делаем и складываем ее в пазл в принципе поэкспериментировать позалипать можно но есть игрушка которая реально поинтереснее это супер реал теннис третья встроенная игрушка она реально гораздо интереснее это сеги в неё гораздо интереснее позалипать давайте турнамент под камерой играть не так удобно но я попробую что-нибудь сделать пасуем на давай давай эх промазал мне уже забили так давай реально неплохая залипалка для встроенной игры поиграть вот так в теннис я среди встроенных игр это самая наиболее используемая мною реально была потому что остальные две игры если честно не очень-то мне понравились это блин идите нафиг мне уже забили ну тут реально неудобно играть под камерой но игр но я вот на этом экземпляре пока тут поломки не произошли реально во много игр переграл а тут джойстик такой проблемный что вообще хреново собственно говоря такой вот телефон давайте его выключим и наконец-то отдохнем от этого от этого ужасного джойстика ну что ж такой вот был телефон я думаю надо будет еще на W800 800i снять телефон который реально стал самым наверное успешным хитом за всю историю Sony Ericsson которому в следующем году уже будет 20 лет поэтому если хотите еще обзоров то подписывайтесь ставьте лайки подписывайтесь на влоговый канал вступайте в группу вконтакте до встречи в следующих обзорах и всем пока